здравствуйте важная и сложная тема в парфюмерии французское произношение если вы пурист оставайтесь если вы пофигист проходите мимо произносите hermes и будет вам счастье для тех кто меня не знает кто в первый раз на моем канале хочу уточнить что я говорю по-французски семь с половиной лет я прожила во франции сейчас уже 10 даже больше лет я живу в бельгии каждый день говорю по-французски в семье на улицах и так далее поэтому это видео как подспорье как помощь тем кто страдает от коверкания тех самых сложных французских идиом я постараюсь не просто произносить слова и рассказывать вот что правильно а рассказать какие-то тонкости чтобы в новых словах вы не делали ошибок ну и конечно в конце я приготовила список сложно произносимых названий парфюмов и так приступим самое главное слово во французском языке в парфюмерном смысле это вода она состоит из трех букв но произносится всего одним звуком о буквы а если вы их видите вместе это никогда не и это о до туалет о дата фа очень часто во французском используется сочетание гласных о и оно произносится как уа буа знаете много парфюма который называется буа до фарина фэминитэ дюбуа и так о и равняется уа еще пример мемуах мемуах никакой мемуир дальше нужно смотреть на конец слова очень часто во французском последняя буква не произносится например шопах конечная д она глухая точно так же все с тоже практически никогда не произносится буква е то есть французская в конце слова скорее всего вам укажет на женский род поэтому если мужчина у нас бо вспоминаем слово о вода бо то женщина у нас будет бель воля нуах мемуах буа это все очень парфюмерные слова которые все читаются одинаково вы уже запомнили кучу правильных слов поехали дальше еще одна важная ремарка она возможно не так режет ухо но буква сочетания а и читается как один всего лишь звук о ом и фамм читаем вот как я произношу никакой хом никакая фэмм ом и фамм по-французский звучит как эрмес в русском варианте он читается как гермес если вы хотите быть пуристом и называть не бога торговли а говорить про люксовую французскую марку тогда нужно произносить его с буквой э через нее получается правильнее эрмес и ни в коем случае не с буквой х название марок тема за которую меня исправляли м д с и и не м д с и а и а м д с и и название французского парфюмерного дома поэтому произношу его на французский манер давайте раз и навсегда поставим все точки над пиши кардиналь пиши кардиналь от этого самого м д с и то что в композиции заявлен персик совсем не значит что название намекает на этот самый фрукт пиши кардиналь смертный грех никаких кардиналов здесь не ищите я в своем видео про м д с и и был у меня обзор немножко пыталась шутить на эту тему но серьезно любой француз вам скажет что пиши кардиналь это смертный грех никакой не кардинальный персик никакой не кардинал грешный или роковой уж как его только не переводили да и сам все маршаль намекает на смертный грех когда произносит пиши кардиналь по-английски поэтому других вариантов не ищите пиши кардиналь смертный грех кстати а серж лютен то как у нас произносится меня недавно поправили серж лютенс нужно говорить они серж лютен серж лютенс именно так это звучит по-французски иногда некоторые французы могут забыть про последнюю букву с и произнести лютен ну именно потому что иногда последняя согласная не читается во французском языке здесь будучи именем букву с произносят серж лютенс мы русскоязычные не имеем возможности в нашем языке произносить гортанные или носовые звуки поэтому я считаю не зазорным а очень даже законным русифицировать некоторые названия или имена такие как герлен произносить его на русский манер они герла как говорят это французы или лютен вместо лютенс дальше есть муи бакелит 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 это такой пластик он кстати по-русски тоже звучит именно так ньюи де бакелит буква т не произносится и напротив марка рошас читается со всеми буквами на нее как на марку грамматические ортографические правила не распространяются это не роша а рошас звук у дает две буквы о и и например аму аж сложное для нас буквосочетание q и в конце слова читается очень просто как к например диптик дюк банк кок лалик никакого х только к еще и сложное название шеврефеи помните такой парфюм у гуталь так вот шеврефеи именно так и произносится она состоит из двух слов шеврефеи коза и феи лист наверное козы когда-то очень любили жимолость потому жимолость так и называется козе лист в конце просто предлагаю пробежаться по названиям есть два таких дома рекордсмена сложных имен это либо да уже в народе элдо и серж лютенс который лютен давайте может быть что-то я забыла вот как раз на них и посмотрим атаке люс олей маркиз до сада люс олей вы часто встретите в названиях например у лалик вот это самое и и л читается как и солей и дальше шаронье колонье тот же самый кампанье ж н читается как не дальше диван амфа ну вот просто рекордсмен по гортане как это произносить по-русски наверное скажет нам русоведы фис де дю дю ри и дезагруем кстати ри который пишется как р и з опять-таки читается как ри без последний согласный и обозначает рис фис де дю букву л не читаем фиса только остается и на мурает очень люблю этот аромат вот тут как раз таки а и и срабатывает не в рай и блонд а в рай блонд и серж лютен чемпион по сложности названий батэм дю фу не баб тем а батэм дю фу дон долей фис де жуа дальше у сержа любовь с древесиной bois de violette bois de fruits bois et musk bois orientale féminité du bois все эти bois переводится как древесина никакого леса там не ищите фюмери тюрка вот здесь как раз таки буква в середине читается бегло она как будто бы даже игнорируется например как бушерон не бушерон а бушерон ну или фюмери дам туз окажей держите меня семья фи он и гуи которая на шпильках ба-де-суа шелк так и читается кстати его очень часто тоже пользуют в разных парфюмах витрюль да и вот когда встречается слово и и это вам гвоздика в цветке круто же афля это гвоздика пряность специя а и это цветочек пахнет немножко по-разному тоже камомии ромашка тоже часто встречающийся ингредиент в парфюмерии так и читается я надеюсь я хоть как-то причесала ваши растопыренные французские мысли если таковые были то что вы мне писали в комментариях я постаралась учесть если нет звоняйте комментариев как мне показалось было не очень много поэтому я вняла тому что было и приплюсовала вот свои наблюдения надеюсь было полезно подписывайтесь лайкайте будьте здоровы самое главное и пока спасибо за просмотр! Продолжение следует...